эту часть на турнирах впервые они проигрывают потому что на турнирах обычно играют те кто давно играет вот поэтому для опыта безусловно нужно потому что турниры мобилизует себя это совсем другое чем ладер и отношения игроков чувствуется даже не те кто просто пришел по покатать не профессионалы не рассчитывающие но не все равно чувствуется что подходит ответственнее чем к обычным покатушкам лады вот но будь готов будь готов терпеть от чего ты не участвуешь ты же любишь боль я в варкрафте уже настрадался не надо мне напоминать ладно смотрим пока с соколиком мистера винера с хавком мирор что ты можешь сказать мирори на тессе ну или оба идут такая нычку или один просто крепит это место и бежит раши другого который ставит нычку и типа кого круче девайс выпадет там ну для архимага или мк скорее всего а я почти уверен что от минимум одного архимага мы увидим не иногда я видел то что мк тоже выходил в мирорах мк в мирорах из ява хорошо из ява хорошо но минимум один их маг будет за толаран сражаться вот мир мистер винера я почти на сто процентов уверен на химага вот у хавка может быть чем другое горик 57 горит почему нет верха кто профессионала ну-ка давай объясняй я слушаю что да нет мне кажется хав просто рофли потому что шанс против мистера винера у него нет я хотел просто ответить на комментарий горько почему мы не верим в победу хавка прошлой игре когда хавк встречался с блин я уже забыл с кем с тгв они сказали типа вдвоем какая разница все равно следующий тур с императором играть но с мистером винером вот и как бы мы эту шутку против протянули до следующей игры вот поэтому естественно если серьезно хавк фаворит вот особенно учитывая то что отлетел фоги отлетел соник у хавка вполне реальные шансы на победу так и я в те разы рассыл говорит который регался вылетал просто как зайчик первом раунде а друг которого выигрывал 9 игр с 10 дошел до третьего раунда с первого раза такая боль была потом играть научился но уже не играл так подтягивается хавк не спешит кидать молоток кидает правильный молоток на тот того который делает понял платье щелли него но уже большое количество урона влетела за счет лайком щелда если бы еще был в магазин можно было всех вылечить на новых на такой стадии конечно магаз это ранова нет вот типа сейчас ставить например начинать минус один нет молодец спас одного раба от контроля хороший девайсы для муки конечно мана пошлим было бы лучше но с хилл пошлим он может больше танковать вот смотрим лс у мистер вина района заражить эту экономию экономику там есть пара дисполов ну ладно там ну да пора сначала делается архе элементарь треница ману 300 ну его сейчас просто никто так просто не подпустят он он уже не пробежит на фото и хавк на него кидается но потом подумал и решил что нет магазина нет а а уже закончилась просто они после патча же сделали лс очень слабенько точно сливаясь времени да а на сколько там было раньше 20 кончат 10 10 всего час до я забыл этот ну типа фикс такой как гораздо удачные крепится ему упадают правда не нужны талисману скользание но зато он 3 левела это такой провал для архмага казалось бы да у себя герой который все дисплей на лс минус 2 клапчат будет в клапчат одну секунду о и дисплей еще на элементаре был мирный архмага он вообще не блаженный бегает был такой момент когда вокруг архмагов все было там и сверху и снизу и слева и справа не на архомаг потерял все молоток будем кидать когда мы сейчас туда режем конечно да почему магазин только нужен час тайминговый у мистер вина сари готов магазин право лечить никого но магазин готов но билд работает очень хорошо мешает если контролит не ну самая большая проблема в том что мистер винар просто прокачался хуже то есть он пошел вроде как в агрессию с лайкин щел дым и вроде как это логично было но определенный момент отступил их как собрал третий уровень все вопросы с чатика так сокол понерфили лс артефакта и шаманский нет только артефакт на шаманский оставили вот смысл обычно не фиксят просто вслед за аналогичные скиллы потому что они четко привязаны к расе и не носят рандомный характер потому что они типа ну если надо речь романа до фиксит потому что например играет одна раса против другой все делать одинаково дому упадает этот другом упадает это как бы там даже анализировать ничего не нужно и играют как два брата близнеца на тэре вспомни сколько игр было с лайтинг щелдом там в начале лошь темпли тоже в на старте по таймингу башня достроила сейчас успеет сжечь ману шикарно плача сарик ланди 124 было все класс можно переключиться кстати на панда выжигать на уже приключился приключена думаешь думаешь знаешь сколько стоит момент а вот он бы не сделал даже второго дыхания прикинь абсолютно безполезно на панда а и 100 процентов слушай но мне теперь даже немножко жалками мистер винара потому что ну хавк явно рофлил когда про император говорил уже обидно как андердяк говорит воу бобер как разуме зарубежный спорта красота уважение соколику привет император на колец ним император но я колец ним да привет андардарк ну кстати в т3 ушел мистер винар в крифонов у хавка только прожат т2 типа залет на и шпаж не убиваешь двумя крифонами получаешь болт от мки фокуситься это все троллями и гиги да вот скорее вот такой если же лагеря на объемников есть of конечно может на ай он полетит он сейчас должен увидеть просто а он не даст просто достроиться всему главное что у него время будет вот и место как мог зафилить это не делать разведку к что он уже не заморачивался нычку поставил отбился все типа игра сделан а вот против такой темы он мог быть не готов ай да ладно и он сейчас отвлечется на ну ладно добивает сходу просто тролля а телепорта нет кстати минус панда между прочим почему не высадил троллей минус панда так это а там нет маны на молоток к сожалению чуть-чуть не хватает мистер винар горит даже разведывать не надо но это же делать но странно что у хавка подстройки такой нет хотя нет кузне есть ну или он просто старый барак не уверен нет он видимо знает второй барак рифлы ты 2 все заберет еще парочку троллей то что деньги есть артефакт сейчас прикинь шумана большая выпадает ему архма крутится без телепорта бегает вокруг как прибегает на мэйн видит кассу видит авиарий третий молоток смотри он ждал когда 5 на ки что там выпало зверя чушь эгегешки что касается стрим сервиса да если у тебя есть желание хелпануть велкам заходи что ледокол учет давно нужен компаньон на мой взгляд в кузнице мы делаем грейды а он отменил не смотри-ка он не знал что будет делать мистер винар то есть он рифлов делал видимо чтобы пуши отбиваться она грифонов он среагировал двумя мастерсками с видимо с этими с вертолетиками сейчас и до вертолетики сплэш и отменил барак собственно 2 мк прибегает на разборке там все вопрос в чатике так сейчас почитаю в это время ставит паладином хавк отдает троллей увы ты ответишь на вопросы какой-то патч был ты помнишь 126 26 мне кажется что ты уже в двадцатом был не тем что раз 26 это 2010 ну ладно короче элементы неожиданности уже не будет грифоны рассекречены прям под них делается контр юнит добавляет еще авиарий видимо для кошков хавк должен вообще в таких играх как по крайней мере одного хавка в честь своего никнейма делать панда 2 с половиной составом с кольцами о можно добить попытался старить артефакт не удалось не было манна к сожалению заливает ману в маутон кинга молоток вархмага вертолетов слишком мало пока что там вертолетов столько же сколько грифону только на ренже можно как-то еще добавляют нейтралы ой грифона перефокустились на нейтралов зачем словили куча пирсинга с ядом боль ой там столько уже вертолетиков а как вертолетики то убивать панда то не третий ой ой какая боль он через них просто пролетел до минус и грифон 42 лимита на 50 минус хавки еще все минус архмаг это гг да но я думаю мало кто ожидал все-таки вот мистер виннера победы над хавком